меня зовут марина я очень люблю собак я вам сегодня расскажу как можно с ними по заниматься чем-то веселым презентация называется кликере воду печенька собственно кликер это вот такая штучка переключать да они бывают совершенно разные по сути это пластиковый корпус внутри которого находится металлическая пластинка он может быть с кнопочкой а может быть просто нажимать нужно на саму пластинку ну и маркетинг они есть с указками на палец есть которые кликают тихо есть которые громко регулятор громкости там бывает встроенный куча всего в общем она производит такой звук ну меня собака среагировала и это основная его функция то есть он производит щелкающий звук переключаем немножко расскажу про историю изначально кликер применялся в уличных оркестрах такой вот простой они отщелкивали ритм и также во время второй мировой войны вот сорок четвертом году 101 авиадесантной дивизии американской армии он входил в обязательное снаряжение потому что использовался для опознавания для того чтобы солдаты распознавали друг друга ну как бы война дымно понятно что белые повязки может кто угодно там на плечо повязать например они щелкали у них там был щелчок и ответ два щелчка и это достаточно многим солдатам спасло жизнь потому что они ну могли узнать друг друга считается что кликер вообще ввела в дрессировку карен прайер в районе там 90-х годов но на самом деле первыми его использовали мэриэн и келлер брэндланды они были учениками скиннера который разработал теорию оперантного научения живот ну вообще в целом она применима к животным применима к людям там принцип одинаковый они пытались ввести его в сороковых годах сначала в дрессировку потому что они считали что те методы дрессировки которые использовались до того они были не настолько эффективными потому что когда животное не получает точный маркер желаемого поведения но придал либо предлагает все подряд либо она не понимает вообще за что его поощряют опощение она всегда запаздывает то есть вы не можете дать ну можете там например собаке выдать печеньку в тот момент когда она что-то сделано это не всегда возможно вот затем они попытались 50 году снова потерпели неудачу хотя они занимались очень много и например в википедии на их страничке написано что они выдрессировали 15 тысяч животных 150 видов но эта работа вообще гигантская там начиная от устриц и рыбок и заканчивая дельфинами здесь на картинке видите собственно принцип оперантного научения это фото сделано было в сороковых годах когда в американская по моему в американской армии был проект по разработке голубей наводчиков ракет учили голубя тыкать клювом попадать в цель ну в точечку да и за то что если голубь клюет любое другое место он ничего не получает если он клюет там где находится точечка он получает какое-то поощрение так что поощрение и условный сигнал обычно это клик либо свисток и основной принцип как бы оперантного научения в том что маркируемое поведение проявляется чаще то есть чем больше вы пощаете какое-то определенное поведение чем чаще она появляется чем чаще я пощаю собаке спокойствие тем чаще она проявляется но сегодня тяжело он уже устал лезет на рычки вот используется принц так называемый принцип положительного подкрепления то есть сделал что-то получил печеньку собственно про печеньки я когда готовила презентацию еще ну вот на репетициях поняла что про печеньку я как-то ничего и не рассказала вот поэтому я сейчас буду наверстывать что можно использовать вообще печенька это собирательный образ который я использую мне нравится это слово это может быть что угодно это может быть специальное лакомство это может быть еда которую вы используете во время дрессировки так называемая называется еда за работу это могут быть какие-то действия либо события например если собака хочет на руки вы ждете пока она успокоится и разрешаете и залезть на руки там погонять голубей залезть в озеро не не так суть важно важно чтобы вы использовали то что животное но я говорю про собак но понимаете да что применимо в принципе к любым животным важно чтобы вы использовали то поощрение которое в данный момент желаемое желательно использовать наиболее желаемое и она очень сильно влияет на мотивацию то есть если вы берете невкусную еду собака может сказать ой поем потом дома из миски не очень-то больно и хотелось вот если вы используете что-то вкусное то работать она будет с гораздо большим энтузиазмом и большим желанием давай что-то ну сейчас я расскажу немножко про зарядку кликера мне нужна будет помощь выдайте мне пожалуйста помощь вадим апачей иди сюда иди-ка хорошо что такое зарядка кликера но собака знает что мне еда понятно у меня глухает из кармана хорошо самое первое упражнение которое описано во всех книжках по кликер тренингу независимо от животного что вы объясняете собаки что происходит то есть вы кликаете и показываете что за это будет что-то приятное то я уронилась давай хорошо собственно все несколько подходов и собака уже вплоть до того что ну собаками все просто все хорошо идем к вадим к вадим и на тупую тупую хорошо собака виде кликер и видя что вы берете что-то в руку они уже такие да отлично сейчас будем работать сейчас будем играть что такое холостых щелчков не бывает это очень важное правило вы должны понимать что чем лучше заряжен кликер тем проще вам ну заряжен в кавычках тем проще вам работать животным поэтому даже если вы кликнули и ошиблись вы все равно должны животное пощрить это ваша ошибка не собаки что вы кликаете не вовремя соответственно для наработки тайминга человека существует тоже такие достаточно простые упражнения например можно подкидывать мячик и кликать когда на наивысшей точке находится то есть вы нарабатываете себе до автоматизма способность кликать вовремя она быстро достаточно нарабатывается но это я забежала немножко вперед какие животные поддаются кликер дрессировки кликер тренингу все абсолютно животные у карен прайер в книжке несущий ветер про дрессировку дельфинов в дельфинарии описано что у нее один из сотрудников научил гупи прыгать через барьер над водой то есть он постепенно поднимал палочку палочку и она научилась прыгать прямо над водой так здесь будет два блока и небольшое отступление я бы еще хотела обратить внимание что есть такое понятие как дрессировка с кликером есть кликер шейпинг дрессировка это когда вы собаку наводите например наш на какое-то действие да и когда она сделает вы кликайте и пощаете шейпинг это если вы собаки ну либо какому-то животному предлагаете просто что-то сделать например вы ставите перед ней табуретку и собаки постепенно учатся предлагать просто максимальное возможно количество что что они могут придумать что можно с этой табуреткой сделать там или с игрушкой в моей знакомой одна собака сажала предложила сажать игрушку на вторую ее собаку то есть она брала мишку шла и сажала его ну как бы укладывала сверху на другую собаку что это может быть что угодно и потом просто какие-то вещи которые вам нужны дрессировки они или там какие-то трюки они подкрепляются и ставятся на команду в правой стороне описаны основные как бы этапы то есть вы объясняете животному что происходит то что я показывала что клик печенька клик печенька заряжаете затем когда вы начинаете заниматься вы стараетесь кликать как можно более точно в момент когда животное показывает желаемое поведение пощение может быть отложенным например вот у меня сейчас собака легла и сейчас можно дать что-нибудь когда он полежал уже какое-то время до либо например вы делаете комплекс упражнений и даете печеньку только в самом конце либо например собака находится от вас далеко вы хотите чтобы она бежала столб она столб и бежала момент отбегания вы кликнули и она к вам добежала и тогда вы пощрили это тоже будет считаться отложенным пощением скорость работы подбирается очень индивидуально опять же с конкретно моей собакой это всегда очень быстро нужно потому что он быстро перевозбуждается и все я не могу работать с какими-то собаками наоборот надо помедленным надо подумать такие ну да ну может сяду такие разные собаки вот по поводу если во что-то не получается есть тоже уже такие сформулированные три принципа либо вы собаки плохо объяснили например не зарядили кликеры для она не понимает что вы хотите от нее возможно если нужно помочь плохо собаку за мотивировали это конкретно по поводу там невкусная еда холодная вода в озере такое либо собака плохо себя чувствует собаки часто отказывается работать когда у них проблемы со здоровьем это часто списывается на лень на он на меня забивает но к этому я считаю что нужно быть всегда даст очень внимательными потому что например гроза всех собак пероплазмоз проявляется первые самые стадии тем что собака становится лялое и не очень жизнерадостное здесь много пунктов я решил их не убрать но я не буду их читать с презентации это плюсы занятий с кликером я остановлюсь на трех которые кажется мне наиболее важными это без эмоциональность потому что когда вы собаки что-то говорите что-то произносите вы все равно с ней эмоционально общаетесь и кликер позволяет это всегда одинаковый звук одинаковой продолжительности одинаковой тональности и он не заводит собаку национально дополнительно потому что можно сказать например использовать вербальный маркер, да, можно сказать да, а можно сказать да, а можно сказать да. И собака каждый раз будет по-разному реагировать. Скорость обучения, ну опять же, чем более точно вы подкрепляете желаемое поведение, чем чаще оно проявляется. Если вы прям точненько-точненько подкрепляете вот тот момент, когда собака садит, например, попу на пол, соответственно, она будет чаще не замирать там по дороге, не садиться и вскакивать, а именно вот момент усадки. И кликер очень сильно развивает в собаках инициативность, желание работать при условии, что вы правильно к этому подходите. Да. О, я что-то там пропустила. Ладно, по недостаткам скажу, как бы преимущество. Я, видимо, пропустила одну карточку, ладно. По недостаткам. Я, например, часто забываю кликер дома. Реально часто, когда он нужен, он всегда в какой-нибудь дальней сумке. Вот, но это небольшая проблема, можно использовать. Я часто использую вербальный маркер. Тайминг. Тайминг – это скорость, с которой вы работаете и его точность, точность работы. Если вы не попадаете в желаемое поведение, собака начинает предлагать все подряд, например. Либо, если вы слишком поздно кликаете, она предлагать начинает не то. То есть, нужно четко понимать, что вы хотите. Ну, оно не то, чтобы прям недостаток, но это скорее, наверное, даже сложность. Потому что есть люди, которым сложно. Например, они тоже такие медленные, но это все нарабатывается до автоматизма и просто требует времени. Низкая пищевая мотивация есть у некоторых собак, которые, ну, они не любят есть. Для некоторых навыков, ну, получается так, что какие-то навыки можно наработать, например, с игрушкой, какие-то там с озером, а какие-то только с едой, потому что нужно выдавать вплощение очень часто. Игрушка не позволяет выдавать вплощение каждые там секунду-две-три. Поэтому, ну, тоже это как бы, блин, ну, не недостаток. Это сложность. Что можно использовать вместо кликера? Я уже говорила, что кликер, по сути, это маркер желаемого поведения. Можно использовать. Я пользовалась достаточно давно крышечкой, долгая крышечкой детского питания. Она тихо кликает, дома удобно. Щелчок языком, ручка, жестяные игрушки. Все, что вы придумаете, если звук будет одинаковый и достаточно, и вы можете произвести его быстро. Все. Ложись. Вон там. Что было? Там вопрос. Добрый. Скажите, у вас там был ящик показан с голубевым? Это не ящик Скиннера случайно был? Да. А про Павла? То есть это все это, как понимаете, методики Ивана Петровича Павла? По условному и безусловному? Скорее. Ну, они там частично, я, честно, не сильно углублялась. Они частично шли параллельно, а частично расходились. И, насколько я помню, Скиннер просто раньше это все начал? Нет. Нет? Ну, значит, я, честно, я не углублялась именно в сравнении с Павловым. Я знаю, что у Павлова, у него было отношение к животному, как к набору рефлексов. И в этом была его ошибка. Потому что слишком много влияет на работоспособность, в частности. Ну, он первый был, да? У него было много. Спасибо. Спасибо за вопрос. А скажите, пожалуйста, по поводу отложенного пощения. Как, ну, максимально, сколько можно, чтобы собака или не собака была? А это индивидуально, как вы приучите? То есть если собака знает... Ну, понятно, что не надо делать это в течение дня. Ну, у меня... Ну, у меня работает где-то в районе получаса. То есть если у меня собака там не погнала кошку на улице, я говорю, отлично, молодец, пошли домой, я дам тебе косточку. Мы приходим домой, он такой, ну, что, ты там что-то мне обещала? То есть, ну, он помнит. А, да. Ну, оно нарабатывается со временем, постепенно. Сначала вы должны стремиться к тому, чтобы подкреплять первые, там, 2-3 секунды. Спасибо. Спасибо за лекцию вам. Скажите, если вы постоянно используете положительное подкрепление после выполнения какого-то действия животного, не снижается ли у него мотивация после этого? Наоборот, повышается. Так, если вот, возможно, читать книгу, если не ошибаюсь, от автора, забыл имя «Не речись на собаку». Да, правильно. Она предлагала использовать свои активные положительные подкрепления, только после того, как живот исполняет идеально какое-то действие, то в этом случае она дожидает свою причину. Смотрите, у вас немножко все в кучу. Когда вы только объясняете собаке, что вы хотите от нее, вы используете положительное, ну, вариативное, оно тоже положительное. Оно просто не всегда. Вы пощаете каждое действие. Когда оно становится стабильным, вы вводите вариативное, вставите на команду и вводите вариативное. То есть, там, три раза сел по команде, получил, на четвертый раз – хорошо, молодец, умничка. Это способ, как слезть с лакомства. Ну, есть легенды о том, что те собаки, которые на положительном подкреплении, там, на позитиве занимаются, да, они всегда на еде. Вот вариативное подкрепление – это способ слезть как раз с еды, когда вы собаку постепенно переводите на словесную похвалу, на похвалу общением с вами. Общение с вами – это тоже положительное подкрепление. Оно, как бы, собака, если его хочет, да, если у вас с собакой хорошее отношение, она хочет с вами общаться, то для нее это тоже будет положительным подкреплением. Тут вариативность, тут только, когда вы еду даете, да, и постепенно частота просто снижается. Здравствуйте, а вы используете крикеры для дрессировки? Давайте полный вопрос. Ну, в общем, я сейчас слышала, что вы используете такие ошибки, которые на нее вбьют толком, или что-то такое? Нет, я не пользуюсь ЭШО. Это положительное наказание. Ну, есть такие квадранты оперантности. Там есть положительное подкрепление, отрицательное подкрепление, положительное наказание, отрицательное наказание. И ЭШО является положительным наказанием. То есть это аналог того, что вы собаку бьете. Например, ну, то есть вы можете дать за трещину, можете шарахнуть ее током. Там даже вибро-ошейники, которые, там есть шкала такая, они могут вибрировать, да, могут бить с током слабо, потом по чуть-чуть больше, чуть-чуть больше, больше, больше Вибро-ошейники используются с глухими собаками, потому что, ну, чтобы не держать все время на поводке, но это вибро Вибро, это как у вас вибрирующий телефон, да, и он служит просто для того, чтобы собака на вас обратила внимание Положительное наказание я, ну, все люди, иногда я ору на собак, потому что я псих, это правда, но важно, чтобы это не было мера воспитания Да, то есть у меня собаки знают, что иногда я псих, иногда я ору, младшую собаку я кормила в тот момент, когда я, то есть я ей ставила свой ор на положительное подкрепление Я ору, значит, все отлично, потому что она такая робкая, она боялась Вот, ШО используется в нормативной дрессировке, используется в ИПО, например, если знаете Используется в защитно-караульной службе Но, ну, у меня подруга делает ЗКС только на положительном подкреплении Она ушла с ШО, ушла со строгачей, и она говорит, что у нее собаки вообще потрясающе раскрылись Стали очень злые, потому что они не боятся теперь Они контролируют четко, когда им можно проявлять, а когда нет И когда им можно, они уже там прямо отрываются на всю катушку У меня суперменный вопрос Короче, если используешь кликер-дрессировку, то совместные марки и совместные поощрения Они больше мешают, или вообще это не имеет значения? Это не имеет значения Ну, так же, как ты можешь использовать, например, двух собак Да, одна лежит, второй кликаешь Либо одной говоришь, второй кликаешь Либо одной и той же собаке кликаешь и говоришь Просто словесный маркер, он дольше Он не хуже, но он дольше Пока вы там, пока оно дошло отсюда Отсюда сюда, потом отсюда сюда Потом отсюда сюда, а кликнуть, ты уже, ты увидела, сразу кликнула То есть оно просто быстрее Кликать просто даже без слов Так кликать и надо без слов Маркер должен быть один Либо ты кликаешь, либо говоришь там да, есть, что угодно Потом можно похвалить То есть кликнула, покормила, похвалила Вот так Вот это методика, я так понимаю, чтобы выработать какое-то положительное поведение у собаки, да? А можно это использовать, чтобы отказаться? Но если собака плохо себя как-то ведет, можно ли это как-то использовать? Да, использовать для коррекции поведения Не важно, что вы подкрепляете желаемое поведение Это может быть собака лежит, а может быть собака сидит, а может собака стоит в стоечке Это не важно Кликать удобно, например, при коррекции агрессии, потому что это получается сделать быстро Если собака ест, когда она сильно возбуждена, да? Там зооагрессия, например, когда собака бросается на другую собаку Вы держите ее на расстоянии, на котором она все еще ест Ну, потому что расстояние до раздражителя Корректируете, регулируете И на том расстоянии, где она еще ест Вот она смотрит на собаку, вы кликаете и кормите И это будет коррекцией агрессивного поведения Потому что потом оно перетекает в то, что собака, видя другую собаку, она сразу смотрит на вас Тогда вы кликаете за это уже, то есть это уже следующая ступенька Потом за то, что вы прошли мимо, прошли мимо, прошли, кликнули, через 10 метров еще кликнули Поэтому, да, в коррекции, конечно, она используется И вот еще там, наверное, девушка Спасибо, Дарья, скажите, а как долго вырабатываете этот клиент? То есть через какое время собака начинает делать звук плей у вас вознаграждения? Очень быстро В зависимости от того, какое вознаграждение вы используете Я не помню Не помню название книжки По-моему, кликням она называется Русское руководство по дрессировке с кликером Там указано что-то порядка 2-3 занятия То есть вы берете, грубо говоря, там 10 кусочков Вот это у вас одно занятие Клик кусочек, клик кусочек Через день там или через 2 повторили Желательно не чистить, чтобы собака у вас не переутомлялась Потому что, опять же, возбудимые собаки им тяжело Да, то есть и вы в зависимости от того, насколько у вас собака стабильная Вы можете это сделать 3 дня подряд Можете сделать раз утром, раз вечером А можете сделать в течение недели 3 раза Ну тут индивидуально Но вообще они быстренько просекают Это же легко Клик и сразу поели Все, вопросов нет больше? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!